Да, все верно, это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте еще раз. Гости особого мнения, генеральный директор коммерческого центра «Вятский» Наталья Осипова. Наталья, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы обо многом поговорим о культуре, и о политике, и об экономике. Нашим слушателям хочу напомнить о том, что на сайте хокирова.ру есть аудио-видеотрансляция нашей эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Знаете, я предлагаю начать с примера, который подало издание «Коммерсант». Издание «Коммерсант» опросило известных, в том числе политиков, деятелей культуры, на предмет трех основных, главных событий, уходящего 2015 года. Вот что ответили эти люди. Например, Аргадий Эдуардкович, зампредседателя правительства России, на первое место поставил рождение третьего сына. Сергей Нарышкин, председатель Госдумы, так голоса свои распределил на первом месте военной операции России против террористов в Сирии. Для России на третьем месте общенациональный подъем в связи с 73-ми Великой Победы. Ну, кто еще из известных? Актер Олег Басилашвили на первое место поставил вечер организованный Евгением Евтушенко в Лужниках. Поэт в России больше, чем поэт. Ну, тут большой материал достаточно, вам хочу задать. Ну, да. Аналогичный вопрос, три основных события, на ваш взгляд. Я бы их только не распределяла по тому, какое на первом, какое на втором, на третьем, потому что все три сферы, они не пересекаются, и иерархию тут я не могу выстроить. Но у меня тоже в этом году сын закончил школу и поступил в ВУЗ, и для меня это было невероятно важным событием. Мне кажется, более даже значимым, чем для него. Сейчас он студент Стартовского университета, и это предмет моей гордости и радости. С другой стороны, 2015 год литературы. И поскольку я филолог, для меня... Итоги уже подведены. Итоги подводят, да. Сейчас много аналитики о том, как прошел этот год, что удалось, что не удалось. Но что было несомненно, главное событие года литературы пришло не от российских организаторов, а от Нобелевского комитета. Это впервые за многие годы Нобеля получил русско-говорящий и пишущий автор. И как много споров эта премия Алексеевича не вызвала, тем не менее совершенно понятно, насколько это серьезное событие для русской литературы в ее большом, значимом, глобальном смысле. И ее Нобелевская речь для меня была тоже большим таким событием, потому что в этой речи она проговорила важные для... Не только для литературы, но и для человека ее поколение проблемы, которые она как журналист фиксировала и отразила в своих книгах. Поэтому вот это событие, год литературы для меня был... И Нобелевская премия писателя Алексеевича. Да, для меня это было действительно очень важно. Тем более, что третье по номеру вовсе непозначимости для меня событие, это то, что я начала в этом году новый проект Creative Writing School в Москве с писателем, профессором высшей школы экономики Майкой Кучерской. И мы начали учить писателей, будущих писателей, людей, пишущих, но желающих войти в профессиональную литературу. И этот проект, он занял 100% моего времени. И я сейчас им занимаюсь. Надеюсь, сегодня будет возможность рассказать о том, что мы там будем делать. Давайте сразу предлагаю туда перейти, подробнее уже рассказать об этом проекте. Базируется он, напомню, в Москве. Да, но... В регионы вы зашли уже? Да, вот сейчас все расскажу. Во-первых, этот проект был придуман здесь. Придуман он был в Кирове, когда Майя приехала ко мне в гости. И, соответственно, я могу смело говорить, что это проект, может быть, даже и не кировский, а слободской. Потому что мы ехали из города Кирова в город Слободской, в любимейший мной краеведческий музей города Слободского. И если кто-то из наших слушателей там не был, спешите. Здание музея торопится передать епархии. И, возможно, уже скоро у нас этой прекрасной возможности не будет. Будет какой-то другой краеведческий музей в Слободском. Вот мы ехали туда, и там возникла эта идея. Сделать вот эту прививку креатив-райтинга американской, британской технологии университетской на русскую почву. Посмотреть, что получится. И мы попробовали провести летнюю школу, и успех нас вдохновил, ошеломил, опьянил. Летняя школа проходила... Летняя школа проходила в июле в библиотеке Митургенева в Москве. И мы уже закончили, вот я сейчас приехала, завершение осенней школы, которая тоже прошла очень успешно. И мы набираем сейчас зимнюю школу и запускаем онлайн. А почему так по временам года распределено? А вот так вот случилось. То есть это прям три месяца длится? Два с половиной. Два с половиной, да. У нас есть два формата. Первый формат интенсива. Летом у нас было две недели с утра до вечера, вернее по три часа в день, плюс домашнее задание, люди проводили в рамках школы. Осенью и зимой мы будем работать иначе. Раз в неделю, по два часа люди приходят в библиотеку и занимаются. Но на следующий год, возвращаясь к Вятке, мы придумали и уже обговорили, мы уже нашли очень серьезного партнера, русскую премию, Вятский интенсив. То есть мы с Майей собираемся по нашим уже теперь историческим местам провести хорошую такую компанию молодых писателей, которые будут писать травелоги, то есть такие путевые заметки. И которым я покажу ту Вятку, которую я так люблю, и с которыми мы, наверное, создадим ряд целых текстов о Вятке. Это, безусловно, исторический, да, историческая часть нашего города. А я вам даже... Вы знаете, вот после того, как я так много стала проводить время в Москве и так редко приезжать, я стала иначе смотреть на Киров. И вот вы говорите историческую часть, а я вам скажу, что то, что больше всего помнишь и о чем больше всего думаешь, это снег. Это снег, деревья. Вот эта атмосфера, которая... Не важно, где он лежит. Выходишь на улицу 8 вечера, абсолютно совершенно не важно. И город-то пустой. На улицах никого нет. Идешь по центру города, 2-3 квартала, и не встречаешь ни одного человека. Потом выходишь на улицу Карла Маркса, и тут прям встречаешь аж двоих. Ну, кинотеатр Октябрь, центр города. Тусовка, полтора человека. То есть, и вот эта вот пустота, эта разряженность событиями, культурной жизнью, эта неторопливость бытия, она с расстояния выглядит иначе. И она выглядит очень милой, такой бесконечно родной и какой-то, знаете, располагающий к философскому взгляду на вещи. Вот где-то там какие-то политические события, завихрения происходят, а есть нормальная, вот эта тихая, спокойная, бытовая жизнь. Мы же все живем в повседневности, мы же не живем в политике. Конечно, мы читаем все эти новости, но мы живем маленькими ежедневными вещами, вроде прогулки от дома до работы, детей, того, что мы едим. Надо поздравить там кого-то, позвониться, зайти продукт. Да, да. И вы знаете, Владимир, это же прекрасно. Это прекрасно, что у нас есть эта малая жизнь, которая при любых изменениях политических векторов, она всегда наша, ее нельзя отобрать. То те люди, которые вас любят, те люди, с которыми вы общаетесь, это вот главное, что у нас есть. Кто-либо из кировчанов попал в эту школу? Прошел обучение? Ну, вообще-то летом к нам приехало несколько людей из Кирова, и у нас прошли обучение. А во-вторых, я должна сказать, что мы все-таки делаем проект кировской команды. То есть команда наполовину московская, это профессура высшей школы экономики, это известные писатели, вроде Дмитрия Быкова или Авдоти Смирновой, или Людмила Улицкой, которые у нас читают лецы. Это девочки-студентки высшей школы экономики, наши волонтеры. Но костяк команды, извините меня, бухгалтерия, юристы, программисты, художник, это все, и, собственно, я как директор, это все кировский костяк. И я это делаю так, как я делала проекты в городе Кирове, и все получается пока. Ну вот. На май, да, вы сказали? Нет, вятский интенсив будет осенью. Осенью все-таки. Да, осенью 2016. В мае мы открываем мастерскую графического романа с кировским художником и художником нашего проекта Леной Авиновой, и эта мастерская будет, скорее всего, в Париже. То есть у нас планы громадье, и проект за полгода стал международным. Что, конечно, меня самоудивляет, радует, но что, в общем, оказалось сложным. Сложным. Мы не были готовы к тому, что так попрется. Напомните, как можно попасть в этот проект? У нас есть сайт. Безусловно, есть сайт. Лид Скул Про. И вот на этом сайте вся информация обо всем, что происходит. Ну и можно набрать в поисковике Creative Writing School, и вы тоже легко нас найдете. Можно набрать школу Майи Кучерской, в конце концов. И вы тоже найдете наш сайт. И там все-все новости. Все, что новое происходит, все, что будет. Тем более, что в онлайн может записаться любой человек. И у нас первый онлайн пробный, очень дешевый. Та же самая программа обучения. С рецензированием работ, с чатами, с двадцатью мини-лекциями, которые вот сейчас мы поедем в Москву записывать, известнейших филологов и писателей, будет стоить, вернее уже стоит, это уже запущен проект, 14 тысяч рублей. Мы стартовали 14 декабря. 14 февраля начинается занятие. 14 тысяч рублей мы решили, будет цена вот на этот первый. Это годовщина, наверное, была, получается, 14 декабря. Нет, нет, этого 14 декабря мы запустились. Мы совсем маленькие, мы младенцы, как проект. Совсем еще, что называется, да, молодые ногти, да? Да, и мы на самом деле вписались этим проектом в год литературы случайно. Когда мы все это придумывали в библиотеке Минтургене, вас ждали большие гранты, а потом выяснилось, что кризиса никаких грантов нет. Грантов хватило в год литературы только на проведение ярмарок. Но мы сделали все это своими силами. Нашими спонсорами являются слушатели нашей школы, которые платят за обучение. Непосредственно очное, что называется, обучение, оно настолько, насколько дорого? Сейчас стоит 25, и мы не поднимали цену зимы. 25 тысяч рублей за 2,5 месяца обучения, 10 занятий, лекции. В зимней школе будет лекция Водолазкина, будет снова лекция Майи Кучерской. В общем, у нас довольно интересная программа. Если не ошибаюсь, вы уже об этом говорили, все деньги зимы не идут на оплату непосредственно. Абсолютно, да. Тех, кто преподает, тех, кто учится. Ну вот онлайн у нас будет в минус, к сожалению. Но что делать? Мы решили, что тут мы... Для нас это такая тоже важная имиджевая история, потому что очень многие люди не только из глубинки российской, сколько и за границей хотят у нас учиться. И у нас вот много слушателей на онлайн. Это США, Великобритания, Канада, Беларусь. В общем, удивительно. Вот так мы плавно подошли, да, уже к материальной стороне дела, да. Я напомню, что Наталья Осипова у нас в гостях в особом мнении генеральный директор коммерческого центра «Вятский». Вы представитель бизнеса, и о бизнесах в долгах уходящего года тоже хочется поговорить. Вот с каким настроением вы встречали, с какими надеждами в плане бизнеса встречали этот год, и вот с каким настроением сейчас с этим годом расстаетесь? Ну, 2015-й не был неожиданным. Мы знали, что кризис, если вы помните, вот этот черный вторник был как раз в декабре, то есть ровно даже больше, чем год назад. Чуть больше года уже прошло. Да, и все знали, что будет длинная полоса такой стагнации. И, в общем, никаких в этом смысле сюрпризов этот год не принес. В этот понедельник я была на заключительном в этом году правлении «Вятской торговой промышленной палаты», и там тоже подводили итоги года. И там очень много говорили о проверках, о том, что планы проверок, например, в количестве, они не в процентах по отношению к тому, сколько предприятий, а просто в штуках, в количестве. Соответственно, если, например, бизнес сейчас схлопывается, до 30% предприятий закрываются, то оставшиеся несут на себе все бремя этих проверок. Потому что... Нагрузка на них увеличивается. Конечно, потому что кого-то же надо проверять, вот кого остались, того и проверяют. Вот, еще была любопытная такая статистика. Я как раз до этого читала журнал «Шпигель», и там были данные по регионам России. Кировская область, по этим данным, правда, за 14-й год, находилась на 55-м месте из 83-х регионов по уровню жизни, и на 58-м по динамике роста. Ну, очень грустно показать. Но это второй, вторая половина уже региона по России. Конечно, это конец. Ниже, ниже, чем половина. Конечно, это конец. Это почти 60-е место, какая же вторая половина, последние 20%, 25%. Вот. На авиатской торговой промышленной палате направлении нам показали другую статистику. По проверкам. Так вот, по проверкам мы на 14-м месте. То есть проверяют нас очень активно, но, извините, ни к росту, ни к увеличению благосостояния это не приводит. И, казалось бы, нужно сделать такой логичный вывод, что нужно дать свободу бизнесу, и в этих тяжелых условиях, когда он и так закрывается, когда и так отдельное предприятие выставит, нужно бы его поддержать хотя бы с этой стороны, ведь это же не трудно. И президент, как вы знаете, обещал, что три года без проверок, на авиатской торговой промышленной палате говорили о том, что давайте сделаем пять лет без проверок. В общем, на самом деле... Ну, можно говорить, но от этого промышленной палаты не зависит. В том-то все и дело. Мы говорим, говорим, встречаемся, кричим. Надо спасать тех, кто еще жив, кто еще готов работать. Но пока это все такие, знаете, разговоры, и у меня они уже не вызывают никакого оптимизма. С другой стороны, я могу сказать о своем предприятии. Было ли нам в этом году тяжело? Коммерческий центр Вянский. Нам было тяжело. Снизились ли у нас объемы? Поясню для тех, кто не в курсе, в том числе розничная торговля. У нас розничная сеть магазинов, это бывшее объединение прод товаров, то есть у нас небольшая розничная сетка и база, которую сейчас мы полностью сдаем в аренду. Мы тоже под продуктовых операторов, под продуктопитание. И вот что произошло в моем личном бизнесе? Нам пришлось закрыть три точки. Для сетей из 14 магазинов это много. И когда мы их закрывали... Причина закрытия? Убытки. 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 Мы не справляемся. То есть постоянная регулярная работа в минус, в минус, в минус. Ну, я не могу себе позволить постоянную регулярную работу в минус, Владимир. Мы маленькие, нам надо... Если появляется минус, мы долго не терпим, мы закрываемся. Мы перепрофилируемся, мы что-то делаем. Так вот, нам пришлось что-то делать. То есть общая экономическая ситуация, давление федеральных сетей, давление алкогольных законов, просто съеживание бизнеса, например, наших арендаторов, в которых тоже не все замечательно, оно привело к тому, что нужно было принять некоторые структурные изменения. Да, мы закрыли три точки, но мы сохранили команду, мы сохранили остальные точки, и мы сохранили жизнеспособность бизнеса, мы остались на волне. Мне кажется, что, как ни мала, модель коммерческого центра в Янске, чтобы ее экстраполировать на большую Россию, но, тем не менее, это логичный вывод. Если ты не справляешься с экономическим кризисом, нужны структурные изменения. И об этом говорят все экономисты. Об этом говорит Кудрин, об этом говорит Константин Сонин. Уже позарез нужны структурные изменения. Более того, в ситуации, грозящего нам в 2016 году, а потом в 2017, выборов в Думу и выборов президента, то есть в ситуации такого электорального разогрева, отсутствие структурных реформ может привести к любым последствиям. Вот самая первая шага, на ваш взгляд, в рамках структурной реформы. Я не экономист, я потребитель политики и потребитель экономических законов, поэтому я не знаю, какие они должны быть. Очевидно, что они должны улучшать ситуацию инвестиционную. То есть они должны сделать легкими и доступными кредитные кредиты, должны снижать бремя проверок и вообще всю эту бюрократическую машину, которая... Проблема ее даже не только в том, что проверки, проблема в том, что она страшно медленная. Чтобы сделать какой-то шаг, вот, например, я сейчас в 2016 году, у нас есть план запустить цех. Господи, сколько времени на все эти разрешения уходят. По производству? По производству продуктов, которые мы будем в своей же сети распространять. Каждая бумажка, каждый сертификат, это время, время, время. Месяцами мы стоим в какие-то... Мы пишем бумаги, мы стоим в очереди, мы ждем, когда месяц нас чиновники просто рассмотрят. И это не просто тормозит бизнес, это иногда убивает бизнес. И если это не сделать, вот, теперь я уже буду пересказывать статьи аналитиков, что будет, если это не сделать? Недавно я читала такую аналитическую заметку по поводу ситуации в Германии в 30-е годы. Ситуация экономического кризиса. Это был кризис, если не ошибаюсь, перепроизводства? Нет, там был не кризис. А нет, подождите, это в Америке был в 30-е годы. Нет, нет, нет. В Германии не было кризиса перепроизводства, в Германии была безработица, в Германии как раз был такой традиционный экономический кризис, когда государство не справлялось со своими долгами. Германии приходят к власти фашисты, и что они делают? Как они заводят экономические реформы? Они начинают разогревать военную и милитаристскую промышленность. То есть движком экономического роста Германии стала война. И вот та новость, которую сейчас все обсуждают, военные действия России, мне страшно это все слушать, потому что что я вижу? Экономический кризис, глубокий, стабильный уже такой, плохо, мы с ним пока справляемся. Не то, чтобы совсем не справляемся, это неправда. Зависит все не только от государства, зависит все от каждого конкретного человека, от каждого директора у себя в предприятии зависит очень многое. И мы же работаем, мы что-то делаем, мы справляемся с этим как-то кризисом. Но рядом с этим, когда я вижу, что происходит увеличение внутри государства, социальной агрессии, которая, между прочим, не имеет точнее... То есть вы, в общем, проводите такие нехитрые исторические параллели? Да вы совсем нехитрые, Владимир. Что ради того, чтобы люди проголосовали правильно, а мы знаем, как ждет власть, каких выборов, будут разогревать агрессию, будут разогревать вот эти вот ожидания сильного лидера, сильной руки, играть на этих наших патриотических чувствах, которые у каждого из нас есть, но которые иногда могут быть не только... которые могут быть деструктивны, не только они могут быть конструктивны. И это вот такой очень опасный... Поддерживать патриотизм и любовь к стране, к родине и государству все-таки надо. Каким-то образом. Разумеется, опал. Но на ваш взгляд не так... Не войной. Не войной, Владимир, не войной. Любить Родину, это не значит убивать другого. И если бы нам с вами кто-то сказал 10 лет назад, что будут возможны военные действия с Украиной, разве бы мы поверили? А что такое случилось страшное в Сирии? Почему вдруг наши самолеты бомбят Сирию? Почему мы... Я тоже читала, разумеется, аналитику... И наши там погибают. И все эти нефтяные истории. Но ведь, да, есть простая истина. Война стоит дорого. У нас огромные проблемы с пенсионерами, которые нужно... В общем, вот там нужны деньги. Их нужно просто финансами закрывать. И мы при этом финансируем войну, в которой погибают наши мальчики. Вспомнилась знаменитая фраза. Бисмарка давить нам нужна маленькая победоносная война. Чтобы все у нас навалилось. Это простой путь. Маленькая победоносная война, это простой путь политиков удержаться у власти. Но очень плохой для страны. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра Яцки. Особое мнение на 101 ФМ. Время бежит, а тем у нас еще много. Напомню, что это особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра Яцки. Мы тут до перерыва успели упомянуть об антиалкогольном... Нет, простите, об алкогольном все-таки регулировании. Новшество. У нас с 1 января все розничные точки продажи алкоголя должны быть подключены к так называемой единой государственной автоматизированной информационной системе ЕГА. И суть ее в том, чтобы проследить путь этого алкоголя, любого алкоголя, от момента производства до того, когда эта бутылка попадает уже в руки покупателя. У нас сегодня был в гостях в развороте полномоченный по защите прав предпринимателей в области Андрей Бабилов. Он сказал, что... Ну, там кассовое оборудование, да, в том числе, придется менять. Он сказал, что вот если там кассы вообще древние в магазине стоят, то за одну кассу придется 80 тысяч рублей платить. Да, это довольно дорогое удовольствие. И эти требования не смогут выполнить магазины, в которых нет автоматизации. Автоматизация действительно удовольствие дорогое. Но в этой истории есть как плюс, так и минус. В чем состоит плюс? Если вы помните, вся эта антиалкогольная кампания начиналась под лозунгами здорового образа жизни при внесении правильных привычек и контроля за недоброкачественным алкоголем. К чему она привела? Она привела к тому, что остались только крупные игроки на рынке. Кому на руку это? Это на руку крупным сетям, крупным игрокам алкогольного рынка, которые пытаются осуществить монополию на этот рынок. Почему пытаются? Потому что ни удорожание алкоголя, ни монополизация и введение всех этих законов... Монополизация невозможна все-таки. А введение законов вроде бы оно должно играть на руку потребителю. Уж точно не сможет он теперь купить какую-нибудь паленую водку. Но реально происходит другое. Что происходит? Люди начинают покупать в два раза, в три раза дешевле эту водку. И где она производится, я не знаю. Я знаю, откуда приходят эти фуры. И это Кабардино-Балкария, и это Нижний Новгород. В общем, неизвестно откуда. То есть такой волны не левого серого алкоголя, как за этот год, я вообще не помню, даже в 90-е. Помните, недавно в Вятских Полянах обнаружили? Не то, что цех подпольный настоящий, завод полноценный, с современным оборудованием, который разливает все марки из непонятно какого спирта. Да, совершенно точно. И вот на волне этих законов уже есть их результат. Вырос отдельный рынок. Вырос рынок серого алкоголя. Конечно же, он чудовищный по качеству, и люди травятся, и люди погибают. А что делает государство? Оно вводит очередной закон, чтобы контролировать тех, кто в общем-то левым алкоголем не торгует. Сети не торгуют левым алкоголем. Левым алкоголем торгуют... Я, честно говоря, даже не знаю, как он расходится, но зато я знакома с парой людей, которые занимаются этим бизнесом, очень успешно. Они ящиками продают. У меня есть подозрение, что в приличном большом магазине есть риск, риск столкнуться с такой продукцией. Я не знаю, каким образом. Нет, ну смотрите, продавец может гнать левак. Что это значит? Это значит, что продавец продает не тот товар, который ему завезли централизованно, проверенный, а свой, который она где-то там купила, и приторговывает. Кто пострадает в этой истории? Если, например, продавец продаст паленую водку, и покупатель отравится. Пострадает руководитель, сеть пострадает, не этот продавец. На этого продавца, в общем, мы воздействуем очень опосредованно. И получается, что все эти меры, в общем, правильные. Да, надо следить за этим рынком, люди же умирают. Они не работающие, вернее, они как-то работают по касательной. Причем это подход какой-то другой плоскости совершенно, да, получается? Теперь давайте зададим вопрос, а что будет с теми магазинами, которые не смогут автоматизацию провести? Вот, ну, не смогут. Штраф предусмотренный. Штраф. До 200 тысяч рублей. Они станут рисковать, они закроют официальную торговлю, официальную торговлю. Они уйдут в серую. И вот мы получим рост этого серого рынка, который и так за последний год вырос. Чем жестче государство, тем народ выкручивается интереснее и интереснее. Ну, по-моему, это уже... Об этом даже, Владимир, неинтересно говорить, потому что каждый раз мы с вами встречаемся и говорим об очередной жесткой мере государства. Думаю, боже, какое государство у нас серьезное, жесткое. А результат-то где? Где результат этих жестких мер? Результатом этих жестких мер является рост серого рынка. И, значит, надо делать что-то другое. И не только в сфере алкоголя. Это к вопросу о структурных реформах. Вот тут они нужны. Понимать, какое твое действие к какому результату приведет. В долгосрочной перспективе. Так ведь даже в предкосрочной не работают. Ну, а если говорить о теме импортозамещения. Вот мы начали с опроса издания «Коммерсант». Вот этот же вице-премьер Артолий Дворкович. Он отнес начало реализации программы импортозамещения в нашей стране к одному из трех самых важных итогов 2015 года. Ну, я не могу... Как удачно пошутили КВНщики, импортозамещение, да, слово есть. Что оно подразумевает под собой? Нет. Ну, что оно подразумевает? Что у нас теперь пензенский пармезан. Что у нас теперь какой-нибудь там нижегородский еще камамбер. И так далее. И что у нас в Петербурге появилось масло, абсолютно напоминающее финское, точно такой же по дизайну упаковки, но которое фасует в Ленинграде. Ну, видимо, предприниматели, да. Такой ход используем. Да, то есть работает ли импортозамещение? Оно работает. Хорошо ли это для русского бизнеса и для развития, ну, вот, например, молочной нашей продукции? Производство нашего молочного. Да, хорошо. Да, хорошо. Но мы, что мы получили? Мы получили все-таки продукт худшего качества за те же деньги. Потому что русские сыры дорогущие ведь, Владимир, вот эти сыры, они вдруг стали дорогущими. И диву даешься. И не только сыры. И не только сыры, да. То есть если посмотреть в реальных цифрах, насколько увеличилась покупательская корзина, это же 30% это минимум, скорее раза в два. И ты не очень понимаешь, за счет чего такой кошмар. Там были въездные, пошлины таможенные. А здесь что? Почему наш сыр, который по качеству пока хуже, стоит уже дороже? Я не понимаю. А кто-то мне рассказывал, что раньше у нас здесь, даже в Кирове, были уникальные технологии производства сыра. И даже наш сыр возился на выставки в те страны, которые изначально считаются успешными. У меня тоже в Швейцарии получал там награды, причем мы сейчас не можем. А сколько лет назад, Владимир, это было? Ой, много лет назад это было. А вот представляете, заново вырастить этих людей, которые умели это делать, всю технологию. Это ведь большая работа. И я вернусь к своему цеху, который мы собираемся открывать. Чтобы начать производство, нужно собрать тьму бумажек. Тьму бумажек. Мы готовы что-то производить, мы хотим это делать. У меня придумано несколько очень интересных продуктов новых. Для здорового питания. Ну, мы не можем. Я, например, нет, не буду говорить. Пока секретом. Пока секрет, да. Но я надеюсь, что мы за 16-й год запустим несколько новых продуктов. Правда, они будут только в Ситцин-Кольского, но они будут. И, конечно, есть люди, которые могут сделать хороший сыр. Но это время. Это время. Это, я не знаю, 5 лет. Так просто все быстро не получится. А вы знаете, казалось бы, вот об этом во всем уж балуется, простите, да, имея в виду ситуацию в предпринимательстве. Вроде бы есть такой лучик света у нас с 1 января в области в том числе. Будут налоговые льготы для впервые зарегистрированные когда ЕП, выбравших патент, либо упрощенную систему. Да, да, да. А давайте всю историю вспомним. Вы помните, когда они ввели социальный налог? И закрылось за один год, по-моему, 600 индивидуальных предпринимателей. Сейчас вводят налоговую льготу, конечно, очень выгодную, прекрасную, чтобы этих людей вернуть в официальный бизнес. Мира хорошая. Очень надеюсь, что сработает. Но я поговорила уже с несколькими людьми, предлагая им в таких выгодных условиях неофициальных в официальные перейти. И все боятся нашего государства. Все же ждут чего? Они боятся того, что решение резко переменится, и ветер подбудется с другой стороны. Да, что стоит нашему государству опять ввести какой-нибудь новый налог на этих индивидуальных предпринимателей. На два года разрешили жить без налогов, а потом как... Как закрутят опять гайки. Как закрутят гайки. И люди-то боятся, уже не верят. Вот разрушенное доверие между обществом, людьми, простыми людьми, и государством, чиновниками, системой, это тоже история многолетняя. Ее надо много-много лет будет восстанавливать, пока еще мы даже не пошли в предпринимательство. Но эта реформа преследует как раз-таки в том числе и цель вывода из тени, да? Конечно. Вам плохо верится в то, что это будет цель достигнута? Я не знаю, посмотрим. Правда не знаю, Владимир. Потому что, с одной стороны, ведь люди хотят честно работать, люди хотят честно платить налоги. И никто не хочет рисковать. Ведь весь серый бизнес – это большие риски. И если государство предоставит эти условия, и люди ему поверят, то, наверное, сработает. Мне бы хотелось верить, что сработает. Потому что мы точно знаем, сколько закрылось, и вот это тот потенциал, который может быть открыт. Эти люди, они есть, эти бизнесы, эти ниши есть. Соответственно, ну, просто посмотрим. Вот через год встретимся и узнаем, сколько же людей зарегистрировалось по этой системе. Я думаю, раньше встретимся, безусловно. У нас остается буквально минута. Я хочу узнать ваше мнение по поводу тем, да, тем года следующего, наступающего, 2016-го. У нас в России год российского кино будет. Вау! В Кировской области год фермерских хозяйств. Может, нам кино еще про фермеров начинать снимать? Объедините эти две истории, да? Да. Пусть киношники идут сажать морковку и снимать кино про фермерские хозяйства. Ну, я не верю в истории года чего-то. Что значит год кино? Кино – штука дорогая. Вот мы тут делали ролик для онлайн-школы, я посмотрела, что такое кино изнутри. Аренда студии, звукооператоров, операторов, монтажеров. Боже мой, это очень дорого. Соответственно, сделать дешевым год кино, как сделать дешевым год литературы, срезав все бюджеты, какие могли, не получится. Сделают несколько там каких-нибудь форумов, возможно. Российское кино, есть интересное российское кино, и его хочется посмотреть. Но дойдет ли, например, до Кирова все это? Не знаю. Если бы к нам хотя бы привезли какой-нибудь кинофестиваль, ну что, это было бы замечательно. Ну, а фермеры? Да, а что бедные фермеры? Фермеры, даже не знаю, что про них хорошее сказать, они уже тоже никому не верят. Чтобы фермерские хозяйства росли, нужны структурные те самые реформы. Нужно им давать кредиты дешевые, им нужно помогать, и помогать системно, помогать в том числе с моделями, бизнес-моделями. У меня год назад была встреча с человеком, который придумывал вот эти вот бизнесы для сельского хозяйства. У него были сумасшедшие технологии, как можно из отходов делать компосты, на этих компостах электричество вырабатывать. Биотехнологии. Да, он работал на биотехнологиях, и, в общем, ну, я тогда страшно загорелась, потому что я увидела человека, который знает, что делать с нашим богом забытым сельским хозяйством. Но пробить это наверх мы просто не смогли, и, в общем, я вот сейчас просто открываю. Не смогли наверняка потому, что не мешается нам, мы работаем по своей системе. Да, там другие деньги нужны, там нужны большие вложения, там нужно, чтобы этот маховик раскрутить на новых инновационных технологиях. 20 секунд буквально у нас уже. Нужны другие деньги, поэтому не верю. Хотя, если что-то у кого-то получится, буду рада. Спасибо. Завершается особое мнение. Сегодня это особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра «Абвятский». Всего доброго, с наступающим. Надеюсь, что вскоре снова встретимся. Спасибо вам, Владимир, и всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Пусть будет счастливым. До свидания. До свидания.